я всех приветствую на производстве зломостойки дверей сейфов компании монолит сегодня хотел вам показать и рассказать о идеальной двери от которой уверен не отказался бы ни один наш клиент дверь идеальная как по защите от чистого вскрытия отмычками защиты от силового взлома даже мощным инструментом идеальная по звукоизоляции герметизации внешнему виду безупречному удобству даже таким параметрам как практичность скажу так вандалоустойчивость отделки все идеально в этой двери поэтому давайте я вам об этой двери поподробнее расскажу данный экземпляр двери выполнен нашем фирменном стиле а именно это фирменные торцевые планки из нержавеющей стали это фирменный комплект фурнитуры это броненакладка монолит это наружная ключевина также фирменная монолит все это выполнено в черном матовом цвете ручка тупой серии big это топовая серия от компании тупой и все это выкрашено в одинаково матовый ровный цвет с недавнего времени мы открыли собственную линейку производства на фурнитуры нашей фирме до недавнего времени мы ее у себя изготавливали и только из нержавеющей стали и полировали недавно мы купили себе линию покраски порошковой при помощи которой мы можем уже себе красить именно фурнитуру в нужный нам цвет и нужного нам качества сделали мы это не по причине того что мы хотели нам на чем-то сэкономить а по причине того что никто не мог выполнить покраску фурнитуры в нужном нам цвете нужного нам качества всегда были какие-то погрешности на фурнитуре всегда это какой-то то ли мусор то ли не прокрас то ли краска отходила поэтому пришлось как и во многом другом разобраться в этом самим и изготавливать у себя на производстве еще одной особенности конкретно данного экземпляра является внутренняя отделка это зеркало покрывающие около 80 процентов площади внутренней панели которая утоплена что в свою очередь обеспечивает большую защиту до этого зеркала то есть случайно его меньшая вероятность ударить какой-то коляской какими-то но предметами это первая его особенность вторая особенность она расположена на специальном компенсирующем материале которая позволяет ему скажем так дышать и то же самое выполнено по периметру закреплено на по нашей фирмной технологии так как мы крепим зеркала вот именно на наших дверях это позволяет минимизировать шанс того что зеркало будет разбито что последствий приведет к нежелательным затратам на его замену но даже в случае повреждения зеркала первое она не вывалится она все скреплено на клейкую основу то есть это будет просто трещина но не выпадет никого не травмирует ни в коем случае это первое то что предусмотрено второе это полностью ремонтопригодная конструкция которая демонтируется внутренняя панель демонтируется зеркало ставится на место нее другой зеркало все это в обратном порядке ставится на место это могут выполнить как наши специалисты так и в принципе специалисты которых мы можем проконсультировать и это могут сделать удаленно отдельного внимания в наших дверях заслуживает защита замков от высверления она обеспечена модели монолит мускул 12 миллиметрами каленого металла который перекрывает полностью корпуса замков как нижнего так и верхнего кроме этого на верхнем замке в стандартной капитации который идет установлена заводская пластина 4 миллиметра что в сумме дает защиту от высверления 16 миллиметров для сравнения в среднем защита замков от высверления в других дверях может составлять а максимум 2 либо 3 миллиметра то в данном случае 16 и 12 кроме этого пластины примененная связка из двух пластин 6 миллиметровых которые закалены на максимальную твердость максимальная твердость свою очередь конечно влечет за собой хрупкость но учитывая то что пластины 6 миллиметровые в паре и ограниченные обычным металлом который не имеет хрупкости то в сравнении допустим с двух миллиметрового пластины который если закалить на максимальную твердость при ударе она просто лопнет при этом 6 миллиметровую пластину при таком ударе либо даже в три раза сильнее ударе она не лопнет она останется цельной поэтому мы в отличие от других производителей которые применяют тонкие пластины можем их колить на максимальную твердость всю термическую обработку мы производим у себя на производстве и ведем контроль качества этого процесса это тоже позволяет добиться очень высоких результатов защита цилиндрового механизма на нижнем замке обеспечена броненакладкой монолит я уже многих видео не рассказывал также в наших видео есть тесты данный броненаклад данной броненакладки в сравнении с большинством броненакладок которые есть на рынке украины скажем так вот это тот максимум который но можно добиться на данный момент скажем так большим уровня защиты для цилиндрового механизма добиться нечем объясню почему первый плюс это форма броненакладки кроме того что у нас юбкой у нее специально выполнен защитный борт это одно из наших запатентованных решений которые применены на наши броненакладки он не позволяет раз расколоть броненакладку в большинстве броненакладок корпус броненакладки при том что он закаленный можно скажем так вставив условно колу то есть расколоть броненакладку при этом вынуть шайбу и уже цилиндр будет оголен уже смысл броненакладки фактически будет потерян поэтому в нашем случае броненакладка оснащена специальным защитным бортом который в десятки раз увеличивает ее прочность на раскол второе решение это то что у нас запатентованная форма шайбы форма шайбы конусом и толщина шайбы на самом деле в цилиндровом замке то есть защите цилиндра все что отделяет скажем так жулика от того чтобы повредить цилиндр это не вот эта толщина металла толщина пластин там какие-то системы это на самом деле толщина шайбы а в свою очередь шейка ключа то есть когда вы вставляете ключ цилиндры механизм то вот это расстояние от начала цилиндра до назовем ее головки ручки ключа вот это расстояние если она полностью заполнена защитой то это является максимум вот нашем случае либо цилиндры облой протек 2 либо цилиндры его 4кс либо цилиндры его mcs вот все эти типа цилиндров они подходят под нашу броненакладку а в частности по толщину шайбы более 20 миллиметров кроме того что шайба имеет такую большую толщину она имеет специальную форму специальная форма не позволяет ее расколоть и вынуть частями то есть ее даже если в случае того что ее расколят вынуть ее частями не получится и она все равно будет перекрывать будет защищать цилиндр но основной особенностью является ее твердость чтобы добиться такой твердости на самом деле нам пришлось несколько лет работать параллельно национальной академии наук в области подбора материала и подбора способа обработки данного материала мы добились при максимально возможной удельной вязкости это то есть скажем так антихрупкость металла максимальную твердость твердость это более 65 единиц для сравнения режущий инструмент который там фрезы сверла они имеют меньшую твердость чем шайба данной броненакладки и все это выполнено с минимальным зазором то есть туннелем под ключ так называемым что не позволяет туда вводить инструменты больше чем шейка ключа что касается остальной конструкции остальная конструкция эта конструкция 5 класса взломостойкости это 15 минут операционного времени то есть непрерывного реза и 45 общего времени 50 минут общего времени то есть то время которое может а менять инструментом что-то подбирать то есть но как только ты скажем так начал резать болгарка то есть пошли эти 15 минут вот защищить защитить дверь на 15 минут от болгарки на самом деле это задача очень сложная поэтому все скажем так места которые имеют смысла перерезать болгарка это регеля замков тяги антисрезы все эти места имеют толщину металла поперечного сечения 12 миллиметров то есть не 2 миллиметра там наружный листом не 3 не 4 даже миллиметра там а 12 миллиметров то есть время вылет перерезания точек запирания в раму то есть она будет больше чем 15 минут и намного больше но этого недостаточно можно допустим вырезать не перерезая регеля можно там вырезать допустим место под хвостовик замка просто-напросто его откинуть и задвинуть регеля поэтому вся зона замков тоже имеет толщину кроме того что 12 миллиметров обычный металлом но также и 12 миллиметров каленого металла поэтому это 24 миллиметра здесь это не имеет смысла резать это время она будет немыслимо но и даже это не все при этом если по стандарту пятого класса то можно условно вырезать окно и если окно будет там условно вырезано 40 на 40 сантиметров то все то есть за 15 минут то это это тоже будет с тест на пятый класс он провален поэтому здесь идет плотная сетка из ребер жесткости которые кроме того что обеспечивают жесткость но основная их не задача для того чтобы стянуть два листа металла с двух сторон два листа металла когда стягивается то есть даже вырезая допустим люк то от оторвать внешний лист скажем так и добравшись до внутренней не получится потому что они будут стянуты ребром но даже оторвав внешний лист мы получим сетку то есть там будет труба труба которая в сквозную болгарка 125 там кругом она не прорезается то есть нужно вырезать дольками дорезаться вырезаться после чего вырезать внутренний лист для этого нужно будет вырезать минимум два ребра и после чего еще будет а внутренняя панель которая тоже на самом деле 26 миллиметров то есть это еще удаление в сквозную прорезать такую дверь не удастся тем самым выигрывается время что касается петель петли в наших дверях тоже уникальный они выполнены из специальной стали которая максимально свариваемая то есть есть сталь там st3 там сталь 20 там сталь 15 там сталь 40 каждая своя стали на подопределенной задачи сталь 3 это самая простая сталь в принципе для листов она подходит для труб она подходит ребер жесткости для усилений все это она годится если там применить сталь 20 вместо нее особо ничего не поменяется даже применить сталь 40 без термообработки тоже ничего не поменяется и более того и и допустим места сварки они будут, наоборот, еще даже хуже, чем были бы на самой простой стали 3. Но есть стали специальные, которые именно предназначены для сварки, то есть для идеальной сварки. Поэтому мы вытачиваем свои петли со специальной стали, которая максимально идеально подходит для сварки. То есть наши швы, то есть площадь сопряжения, то есть очень часто возникает вопрос у наших клиентов, почему у вас в ваших дверях 2 петли, сделайте мне 3-4, я там видел и 5 петель. Сделать там 4 петли, это проще всего. Каждая дополнительная петля, даже третья петля, она уже будет создавать дополнительные усилия при открывании, и это уже будет минусом для эксплуатации двери. Раз. И второе, то что третья петля, она всегда будет не в оси. Всегда будет температурное расширение у стены, у двери, и вот эта вот ось между петлями, она всегда будет меняться. И третья петля, она всегда будет выламывать, разрушать всю конструкцию, как это не парадоксально. Третья, четвертая, пятая петля, они будут со временем расшатывать конструкцию, разрушать. Поэтому идеальная дверь, это на двух петлях, которые нужно довести до такого максимума, чтобы это все держалось и это все работало. Что касается держалось, я сказал, это специальная сталь, которая идеально сваривается. Что касается работы, это максимально толстая направляющая, направляющая, которая имеет 16-миллиметровый диаметр, то есть не 10 миллиметров, как там в основном петлях применяется, а именно 16 миллиметров. Подшипники, то есть подшипники, это вообще отдельная история, поисков которым мы занимались очень долго, несколько лет. Мы ставили японские подшипники, и чешские подшипники, и польские подшипники, и китайские подшипники, мы очень часто использовали. Ну, не в основном, а все используют на самом деле китайские подшипники. И особо над этим не заморачиваются. Но то, что мы как бы к чему пришли. Китайские подшипники, первое, это то, что постоянно разный результат, мы проверяли твердость на разных партиях подшипников, То есть они могут просто-напросто вообще быть не термообработаны. То есть это может обычный металл, такой же как на петле, такой же как на подшипнике. То есть подшипник берет на себя всю нагрузку, все трение берет на себя. Поэтому он должен быть идеально твердым. Он может быть гораздо тверже, чем вся остальная петля. Поэтому это первый минус. То есть термообработки может не быть. И второй минус это допуски. На китайских подшипниках они такое впечатление, что их не точат, а просто отливают или штампуют. То есть у них нет формы, у них нет повторяемости размера. То есть поэтому один подшипник может быть на десятую миллиметра больше, другой меньше. При том, что эта марка подшипника одна и та же. Поэтому мы нашли и закупили огромную партию подшипников советского производства, которые выполнены по всем технологиям. Мы проверили их твердость. Мы идеально замерили все размеры. И точим наши петли именно под эти советские подшипники. Твердость этих подшипников, она именно идеальна. Такая, как должна быть на ШХ-15, на стали, из которых она выполнена, она идеальна. Размеры у него тоже идеальны. Поэтому последнее поколение петель нашего производства, оно именно выполняется в такой конфигурации. Такое частое мнение бытует, ну и там часто, можно так, для горячего словца, кто-то реально в это верит, что есть такое понятие, против лома нет приема. Ну на самом деле, да, сделать дверь, которая защитила от лома, ну реально сложно. И там, если туда поставить даже внешний лист, четверка металл, либо кусочек металла на замке прикрепить, или там сделать раму из сотого уголка, на самом деле, это не даст защиты двери от лома. Потому что лом это действительно страшный инструмент, которого даже нет в стандарте. На пятый класс, на шестой, такое понятие как лом, его некоторые называют лом, там 65-сантиметровую функу называют ломом. То есть лом это там двухметровая железяка, которая на самом деле прикалена по краям, которую можно забить, скажем так, в притвор, и тем самым откурочить практически все двери. Весь этот инструмент, ну, откроет там за считанные секунды 98-99% дверей. Таким инструментом наши двери были протестированы, было собрание в Харькове в 2021 году «Локфест», видео о котором также есть на нашем канале, где в прямом эфире, в принципе, происходил взлом наших дверей. Там работали не так, как разрешено по стандарту, ну, один человек. Там работало и по два, и по три человека, и по четыре человека наваливалось одновременно и пытались взломать дверь. При этом дверь так и не была взломана более чем за час. Уже там далеко не инструментом, который был разрешен на пятый класс. Ну, вот о чем я конкретно хотел сказать. Как в наших дверях обеспечивается защита, вот, условно, лома, лап и всего остального. Первое – это, ну, немыслимая жесткость рамы. То есть, рама у нас состоит из двух уголков сваренных, которые имеют колоссальное количество креплений. Минимум, получается, в конструкции «Монолит-мускула» – это минимум шесть креплений на сторону. И идет специальный, специальный противовзломный лабиринт. То есть, это квадрат цельнометаллический, то есть, который при закрывании, когда дверь закрывается, то есть, он не позволяет, в первую очередь, забить инструмент и начать отгибать. То есть, потому что инструмент не только может быть ручной, а может быть гидравлический. Поэтому, чтобы, в первую очередь, надо максимально не дать завести инструмент. Ну, а потом, даже если он уже каким-то образом его раздвинули, то есть, на лог-фест, это удалось сделать. Там, по три человека наваливались, по две лапы сразу вставляли, это все укурочили. И все равно, то есть, дальше уже играет жесткость. То есть, вот еще такой момент очень важный именно для отжима – это то, как замки обтянуты изнутри. Многие, как бы, ну, заказчиков можно понять, они, как бы, в этом не разбираются. Они считают, что если поставить наружный лист десятку, то уже не будет вообще иметь значение, какой будет внутренний лист. То есть, его вообще может не быть. То в наших дверях обязательно замки, обязательно конструкции идут с внутренним листом. Это первое. И второе – замки еще дополнительно обтянуты металлом. То есть, у нас идет минимум 6-мм обтяжка замков изнутри металла. Для того, чтобы при том, что когда будет отжимать, то замки, они на самом деле будут вырываться внутренний лист, замки будут оставаться в раме ригеля замков, и внутренний лист будет выдуваться, и ригеля, оставшиеся в замке, то есть, они выйдут. Поэтому, чтобы это произошло максимально долго, то есть, концентрация металла за замками, она должна быть тоже немыслимая. Кроме этого, у нас используется, допустим, в стандартной комплектации монолит-мускул установлен верхний замок, барьер-премьер. Это замок, у которого часть ригелей, большая часть ригелей, находится в замке. И, то есть, ригеля работают не на излом, то есть, при том, что когда их будут выгибать, то есть, не на излом, а они именно работают на срезание. То есть, а это уже совершенно, ну, это абсолютно другие нагрузки, которые, ну, усилия нужны, чтобы такие ригеля отогнуть, даже при том, что их меньше, допустим, чем на замке Чиза. При этом, обязательным условием в взломостойких дверях, это тяги. То, что там пытаются некоторые сказать, что тяги, они там не нужны, они только там, замки у вас заклинят, все это, мусором забьются эти отверстия, все это, то это, в первую очередь, говорят те, которые эти тяги не умеют с ними работать, не умеют их использовать. Но взломостойкая дверь обязательно должна быть тягимой, потому что, если, допустим, расклинив один угол, то можно просто забивав, отгибать, то есть забивать больше клин, перехватываться, опять отгибать больше клин, то есть уже, допустим, додя до этой точки, то уже отжим нижнего угла, он уже будет составлять десятки сантиметров. А это уже хороший, хороший зазор, для того, чтобы завести более мощный инструмент и приложить больше усилия. Поэтому от лома есть приемы, и они вот реально реализованы в нашей конструкции. Что касается остальной конструкции, это ее крепление и защита ригелей. Защита ригелей в наших конструкциях, она идет как обычным металлом, обычным металлом, то есть это идет цельная защита ригелей, и кроме этого идет каленые пластины, то есть каленые пластины, которые расположены как в торцевой плоскости, так и во фронтальной, под вот этой всей толщиной, также расположены каленые пластины. Это не позволяет что сделать. Не обязательно резать ригеля, резать замки, срезать петли. Можно просто просверлить с торца отверстия, наставить и забить. То есть забить ригеля на одном замке, на втором они уйдут вместе с тягами. Вот так вот можно поступить. Поэтому на дверях, которые у нас идут уже с 5 класса, у них уже идет обязательным условием защита, кроме обычного металла, еще идет с закаленным металлом. И особенностью является то, что именно в фронтальной плоскости, есть некоторые производители, которые также используют пластины потоньше, помягче, но при этом каленые, именно в торцовой плоскости. Но во фронтальной плоскости их используем только мы. Вот допустим можно что сделать? Можно не то с торца сверлить, можно просверлить в лобовую, в лобовую, то есть в край ригеля. И то же самое расклинив, то есть загнув, то есть завести ригель, так же самое затолкать замок. Поэтому в нашем случае на это работает, против этого способа работает, как толщина металла более 20 мм обычного. И кроме этого еще работает 6 мм каленого. То есть такого, то есть этот способ он тоже ни к чему не приведет при взломе. Также есть такое мнение, ну уже многие конечно как бы поняли, что это не так. Что там срезал петли на любой двери и там не важно какие замки, броненакладки, пластины, дверь взломали и все. Ну естественно во многих других дверях это предусмотрено и в наших дверях это антисрезы. То есть простой способ, то есть вот двери на пятый класс идет 7 антисрезов минимум. То есть это образно для того, чтобы после того как срезать петли останется дело за малым, просто по всей высоте вырезать всю петлевую часть. Тогда да, тогда можно будет петлевую часть подать, но на самом деле она еще останется висеть на тягах. А минимум нужно будет срезать одну тягу, поэтому этот способ далеко не простой и он абсолютно не рабочий. Но в отличие от других производителей, в нашем случае антисрезы, они также интегрированы в конструкцию двери. Они выполняют функцию, скажем так, во-первых антисрезы, то есть противосъемы, то есть после того как срезали петли, они дверь не вымется. Они распределяют нагрузку, то есть они у нас не просто заканчиваются, они там ни в коем случае не вкручиваются. Ни в коем случае там не привариваются как маленький огрызочек, то есть они у нас идут до первого ребра, то есть у нас идет два ребра вертикальных и восемь горизонтальных дверей монолит мускул. И они также интегрированы до первого ребра, то есть они с собой также распределяют вес двери, то есть который направляется на петли, то есть они также равномерно распределяют на притвор двери и на петли в последующем. Это их второе предназначение. Поэтому в наших дверях они тоже сделаны непросто и это также является нашей фирменной разработкой. Многие заказчики думают, ну у них такое как бы опасение, что дверь может выпасть, то есть крепление будет таким слабым. Естественно там в дверях, которые досталось от застройщика, дверь, которая в принципе рассчитана на то, чтобы ее как можно проще было демонтировать и заменить на нормальную дверь, то в наших дверях она не просто как бы не выпадет. В наших дверях она в первую очередь рассчитана на то, чтобы ее даже при попытке вырвать эту раму она держалась как можно дольше. Поэтому в наших дверях, во всех наших моделях дверей, в частности вот в этой модели двери крепление производится через монтажные уши, то есть монтажные уши, то есть их по 6 с каждой стороны 12 плюс 2 вверху, 14 монтажных ушей. И если это допустим там силикатный кирпич, либо бетон, то металлические костыли забиваются 10 диаметра, бурятся отверстия, забиваются костыли и на сварку это все. В бетоне достаточно по одному костылю на одно ухо, если это силикатный либо плотный красный кирпич, то можно просто по 2 монтажных уха, то есть это минимум 24 костыля забивается по 15 сантиметров и более, и на сварку это все крепится. Но если стена, скажем так, такой пустой кирпич, то есть горшок так называемый, там какой-то газоблок, вот такие вот стены, то это лучше естественно поставить контрраму. Тягивается проем, то есть контррамой, рамой такого же размера примерно, но меньшего формата уголка, и эти две рамы свариваются по месту, обтягивая тем самым проем. И естественно, то есть все это дополнительно крепится на костыли и на сварку. Любая наша конструкция, любое наше изделие, то есть то крепление, оно рассчитывается индивидуально под каждый проем, под каждый тип стены и под каждый уровень защиты, допустим, двери. Потому что проемы, как пеноблок, газоблок, то в некоторых случаях приходится делать армирование, как изнутри квартиры, все это обшивается сеткой из арматуры. Иногда это армирование производится прямо внутри стены, то есть оно пробивается, то есть костыли очень длинного формата, то есть тем самым внутреннее армирование делается. А в некоторых случаях, допустим, если это двери пулестойкие с защитой от Калашникова, от СВД, то в таких случаях приходится еще дополнительно обшивать листами металла. Иногда с внутренней стороны, иногда с внешней стороны. Потому что, допустим, сделать дверь 4 класса пулестойкости защиты от Калашникова и при этом поставить ее стену из пеноблока, поставить обратную раму, даже сеткой заармировать стену, то есть все равно пулесетка, то есть армировочная, она ничего не даст. Поэтому обшивается дополнительно, то есть обшивали 12 миллиметров металла, дополнительно обшивали стены. Поэтому любой наш проект это индивидуальный подход, использование опыта нашего в этой отрасли, использование опыта наших мастеров, использование наших возможностей, ресурсов. Все это мы применяем, то есть чтобы сделать такие изделия, недостаточно просто посмотреть мое видео и там что-то попытаться скопировать, то есть нюансов их масса, то есть и все, но вот это в этих мелочах и нюансах и основывается комплексность защиты. Потому что можно там наворотить 30 миллиметров на замках и при этом вся остальная дверь она будет как решето, либо там сделать классную дверь, то есть решетом будет ее установка, проем, монтаж, вот такие вещи. Поэтому комплексность и баланс, для этого нужен опыт, для этого нужен штат специалистов в этой отрасли, для этого нужны мощности, ресурсы, так как у нас механический цех, который полностью производит подготовку, изготовление уникальных защитных элементов, термообработку, порошковую покраску. Все эти мощности, они находятся на нашем производстве и нам не надо кого-то просить, а потом смириться с тем, как это было сделано некачественно. Когда-то давно, то есть я думал, что там можно будет заказывать броненакладки там у какого-то там токаря, который будет это все делать, там их по 20 штук или 50, то на самом деле это все не то. Во-первых, постоянно идет модификация, чтобы делать модификацию, нужно иметь это все у себя, вот так вот стоять, вдумываться, всматриваться, вникать в это все и жить этим, чтобы, ну, вот именно создавать вот такие вещи. Поэтому, если вам нужны будут качественные решения по дверям, по сейфам, по сейфовым хранилищам, по паникрумам, по полистойким конструкциям и дверям, обращайтесь, с удовольствием вам рассчитаем вот это изделие с нужной вам защитой, с удовольствием вам его изготовим, смонтируем и, естественно, будем нести все гарантийные, послегарантийные обязательства, чтобы изделие не создавало вам дополнительных каких-то забот и клопот. Находимся мы в городе Киеве, по улице Вискозная, 3Б, можете звонить по номерам, указанным на сайте, можете приезжать прям к нам на производство в офис, рады будем с вами пообщаться и сделать вам хорошее изделие. Всего доброго, до свидания.